Всем доброго дня! Это Гелиосар и География просто. Учебник географии 5-6 класса за авторством Дронова и Савельевой. Параграф 8. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Вспомните, как люди исследуют космос. Люди исследуют космос, во-первых, с самой Земли, посредством наблюдений, различных обсерваторий, где находятся телескопы. Причем телескопы бывают разные. Бывают телескопы, куда просто смотрят глазами, то есть это различные оптические телескопы. А бывают радиотелескопы. Это гигантские антенны разных видов, которые улавливают, именно улавливают различные излучения, которые приходят из космоса. Ученые хорошо в этих излучениях разбираются и понимают, откуда они пришли, какие они и так далее. Также люди исследуют космос посредством различных космических аппаратов. В основном, конечно же, это беспилотные аппараты, потому что за пределы, по сути, ближайшей земной орбиты люди практически не летают никуда. Разве что, вроде как, на Луну опять собираются посетить. Что такое метеориты? Метеориты, такое название, носят космические тела, упавшие на Землю. То есть метеорит – это астероид, который упал на Землю. В космосе там никаких метеоритов, метеоров нет. Там строго астероиды. Но если метеорит маленький и он сгорает в атмосфере Земли, это метеор. Если астероид большой и в атмосфере Земли не сгорает, это метеорит. То есть он упал на Землю, можно его поднять. Поэтому Челябинский метеорит – это именно что метеорит, потому что он долетел до Земли и шмякнулся, пусть и обломками, но все-таки твердые частицы есть. Земля и космос. Наибольшее количество знаний о Вселенной и ее влиянии на Землю люди получили в 20 веке, когда стали использовать самые современные способы изучения космоса. Но все-таки воздействие космоса на Землю пока изучено слабо. Как любое другое космическое тело, Земля движется и развивается по единым законам Вселенной. Больше сведений получено о влиянии на Землю ближнего космоса – Солнечной системы. Во-первых, Солнце притягивает Землю и таким образом упорядочивает ее движение. Во-вторых, Земля получает от Солнца тепло и свет. Без них жизнь на Земле была бы невозможна. В-третьих, Солнце испускает потоки частиц – солнечный ветер, которые порождают на Земле магнитные бури. Они влияют на все живые организмы, в том числе и на самочувствие людей, а также на работу многих приборов. В-четвертых, Земля постоянно сталкивается с небесными телами разной величины. Мелкие – их называют метеоры – полностью сгорают в земной атмосфере, а образовавшаяся от их разрушения пыль оседает на земную поверхность. Ежегодно на Землю выпадает несколько сотен тонн космического вещества, из которого 99% – мельчайшие частицы. Но за время своего существования Земля, как и другие планеты, неоднократно сталкивалась и с крупными телами, которые достигали земной поверхности в виде оплавленных камней – метеоритов, оставляя на ней гигантские порой кратеры. Ветры и дожди уничтожили основную часть этих кратеров, но некоторые из них хорошо сохранились до наших дней. О воздействии на Землю дальнего космоса известно меньше. Ученые выяснили, что вся Вселенная буквально пронизана различного рода космическими лучами, но характер их влияния на Землю пока что не раскрыт. Землю и жизнь на ней необходимо защищать от падения небесных тел. Падение небесного тела диаметром 2 км способно вызвать планетарную катастрофу. Небольшие небесные тела, представляющие опасность для Земли, можно или уничтожить с помощью ракет, или изменять их орбиту специальными двигателями. Человечество издавна волнует вопрос, есть ли жизнь на других планетах. По мнению ученых, на каждый один миллион звезд приходится по меньшей мере одна планета, на которой возможна жизнь. Значит, только в нашей галактике Млечный Путь есть примерно 150 тысяч пригодных для жизни планет. Пытаясь обнаружить обитаемые планеты, люди отправляют во Вселенную космические радиосигналы и пытаются уловить сигналы, поступающие из космоса. Земля и Луна. Луна – единственный естественный спутник Земли, который в 3,7 раза меньше нашей планеты и находится от Земли на расстоянии в среднем в 384 тысячи 400 км. Людям кажется, что Луна совсем не вращается, однако это не так. Время оборота Луны вокруг своей оси в точности совпадает со временем ее полного оборота вокруг Земли, а это 27 суток 7 часов 43 минуты. Именно поэтому Луна всегда обращена к Земле одной стороной. И вот тут показаны рисунки 24 «Послание в космос», зашифрованное радиопослание. Его отправили в 1974 году. Представьте себе, что вы инопланетянин, получивший этот сигнал. Попробуйте его расшифровать. Ну, как видите, первое, что, конечно же, попадает нам в глаза, это вот буква М, повернутая на бок, и фигурка человечка. Но при всем при этом здесь надо понимать, что фигурка человечка нам знакома. А вот знакома ли подобная фигура каким-то инопланетянам, скорее всего, нет. Возможно, они совершенно, совершенно другие. И для них это будет абсолютно такая же непонятная вещь, как и для нас с вами. Ну, расшифровывать я вряд ли смогу, потому что здесь, конечно же, зашифровано много о Земле, о том, из чего Земля состоит, какая она, какой вид, так сказать, жизни у нас. Потому что считается, что кроме белковой жизни, как на Земле, могут быть и другие формы жизни. Луна, как и любая другая планета, сама не светится. Мы видим ее только тогда, когда она ярко освещена Солнцем. Луна при движении вокруг Земли занимает разное положение относительно Солнца. При этом очертания видимой с Земли части Луны изменяются. Разный облик нашего спутника в связи с положением разных точках орбиты называют фазами Луны. Когда Луна находится между Солнцем и Землей в фазу новолуния, она обращена к нам неосвещенной стороной, и мы ее почти не видим. В полнолуния наоборот. Луна ярко освещена Солнцем и видна на небе как полный диск, поскольку Земля находится между Луной и Солнцем. В фазах, близких к новолунию, когда Луна освещена частично и сбоку, она приобретает вид серпа. И вот, собственно говоря, на вот этих картинках, конкретно на картинках 2 и 8, изображен тот самый вид, который приобретает Луна в фазах раннего новолуния и раннего позднего Луния, можно сказать так. Тот самый вид серпа, то есть узенькая такая загнутая полоска. Под действием силы притяжения Луны на Земле происходят в океанах приливы и отливы, периодические колебания уровня суши и моря. Земля при вращении вокруг своей оси поворачивается к Луне разными сторонами, поэтому приливные вздутия перемещаются по земной поверхности. На суше мы приливов не замечаем, так как горные породы с трудом поддаются лунному притяжению. А вот об изменении уровня моря во время приливов и отливов знают все. Во время прилива уровень воды может подняться буквально на несколько метров, а во время отлива наоборот опуститься. Моряки про это очень хорошо знают. О происхождении Луны нет единой точки зрения. Согласно одной из гипотез, она отделилась когда-то от Земли в результате столкновения с крупным космическим телом. По другим предположениям, Земля захватила уже готовую, сформировавшуюся Луну, сделав ее своим спутником. Большинство ученых считает, что Земля и Луна образовались совместно около 4,6 миллиарда лет назад, при формировании Солнечной системы из газопылевого облака, окружавшего Солнце. Вопросы и задания. Что вы знаете о падении крупных метеоритов на Землю? Известно, что такие события происходят достаточно редко. Крупные метеориты, они сами по себе редки, а уж падают на какие-то планеты и того реже. Но каждый раз такие падения вызывают просто невероятные катаклизмы и глобальные изменения в всей экосистеме планеты. Один из таких метеоритов в свое время полностью погубил динозавров. Какое воздействие на планету Земля оказывает Солнце? Солнце – это звезда, которая освещает и обеспечивает Землю теплом и светом. При этом Солнце же и удерживает Землю на своей орбите. Поэтому воздействие очень велико на Землю. Приведите примеры роли Солнца в жизни и хозяйственной деятельности людей. Очень просто. Без Солнца жизнь на Земле, в том числе и жизнь людей, была бы невозможна. Поэтому уже одного этого достаточно, чтобы понять, насколько же Солнце важно. Без Солнца не было бы никаких растений, никакой жизни. Свет Солнца, тепло Солнца – все это крайне и крайне важно. К тому же, именно Солнце удерживает орбиту Земли на своей орбите и обеспечивает ей максимально комфортные условия, чтобы на самой планете Земля была жизнь. Почему очертания Луны на небосклоне изменяются? Потому что Луна движется, она спутник Земли, движется вокруг Земли и по-разному освещается Солнцем. Иногда тень Земли практически полностью закрывает Луну, и тогда Луна не освещена, и ее на Солнце не видно. Иногда освещена совсем немного, и тогда появляется узкий такой серповидный участок этой самой Луны. А иногда Луна полностью освещена Солнцем, и тогда мы видим большой белый диск на небосклоне. Как Луна влияет на Землю? Полностью влияние Луны еще, наверное, до сих пор неизвестно, но известно, что, например, Луна вызывает приливы и отливы, влияет своим притяжением. Все-таки Луна – это огромное небесное тело, и притяжение притягивает воду к себе, и таким образом достаточно регулярно бывают повышения и понижения уровня Мирового океана. Буквально ежедневно они происходят по мере движения Луны. И это, конечно, серьезное влияние. Влияние происходит и на более твердые земные породы, но те намного меньше поддаются влиянию Луны.